Центр избирком завершил проверку в Челябинске. Поводом для приезда москвичей стало обращение кандидата в депутаты Госдумы Валерия Гартунга. Он проиграл выборы по Коркинскому одномандатному округу и предположил, что голосование проходилось с серьезными нарушениями. Якобы на участках не были запечатаны коробки со списками избирателей. Наблюдается большое количество испорченных бюллетеней. А также были допущены ошибки в составлении протоколов. В областном избиркоме прокомментировали все претензии Гартунга. «Складывается у всех впечатление о том, что вот там какой-то кошмар-кошмар. У меня впечатление только одно. Ну, обидно, досадно и не принимается мысль о том, что человек проиграл на выборах. Одно из замечаний касается первой строчки протокола. Это, да, действительно ошибка, которую мы очевидно признаем. Комиссии ее допустили при составлении первого протокола. Потому что данные взяли, они ни на что не влияют, я вас уверяю. Они ни на что не влияют, это средняя численность избирателей. Мы понимаем, что первая строчка в федеральном протоколе и по одномандатному кругу, ну не может просто быть равна. А они эту цифру, сколько у тебя избирателей по спискам, столько-то и туда и туда. Потом, когда обнаружили эту ошибку сами комиссии, составили повторный протокол, внесли изменения в эту строчку. То есть ошибку исправили. Также, по мнению Валерия Гартунга, на результаты голосования повлияло якобы большое количество испорченных бюллетеней. Избиратели в них либо совсем не ставили галочки, либо вычеркивали всех кандидатов. Проверка показала, в Коркинском округе по сравнению с другими территориями таких бюллетеней меньше всего. Также одной из жалоб стало хранение списков избирателей в нескольких и неопечатанных коробках. Однако комиссия ЦИК заявляет, что все было сделано по закону. В течение пяти дней после выборов члены избиркома работают с этими документами и могут их не опечатывать. А списки разрешается хранить в разных мешках и коробках. В целом, рабочая группа ЦИК не нашла серьезных нарушений в работе Коркинской избирательной комиссии. Окончательные итоги работы Центра избиркома будут озвучены в течение 10 дней. Теперь оспорить результаты голосования Валерий Гартунг может через суд. Срок подачи иска истекает сегодня.